А как же это? Затвитить там все дела. Connected to chat. Какая странная штука. Если выйти. Стрим продолжается. Боже ты мой. Стрим продолжается. Сейчас, секунду. Ой-ой-ой, как громко. Ой-ой-ой, как громко. Жёстко. 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 Пока ни одного человека. Ладно, поехали. Посмотрим, чё как. Блин, офигительно удобно так-то. Два человека. Так. Короче, стрим будет сегодня такой тестовый. Мы едем в Йота-арену. Ну, я еду, и мы как бы едем. Напишите, пожалуйста, что-нибудь в чат. Я хочу понять, как он работает в Streamlapse. Блин, и время показывает, и свернуться можно. Идеальная программа. Матерь божья. Я хочу понять просто, где здесь чатик сейчас будет. Должен быть где-то слева, снизу. Ой, я вообще не так ужасно спал вообще. Точнее, спал-то я неплохо. Теперь болит шея. Защемил как будто что-то. Напишите в чатик что-нибудь. Пожалуйста. У меня есть надпись Connected to Chat, и ничего больше нет. Так, это выключил. Дуть не должно. Ой, я себя, кстати, всего так вижу. Вот это да. Куча мыслей в голове. Огромная куча мыслей в голове. Я бы еще, кстати, вообще хотел этот стрим сделать. Я не думал, что Streamlapse позволит залогиниться через... Твич вчера не позволял. И сегодня утром не позволял. Позволил вот сейчас, когда я в тачку сел. Я охренел, если честно. Вот. Поэтому, собственно, прочекал быстренько настройки Streamlapse и через него запустился. Спасибо, дядь. Четко. Вот. Напишите, пожалуйста, что-нибудь в чат. Я ничего не вижу. Ничего буквально не вижу. Меня это заставляет грустить. Слышно ли меня? Есть ли картинка? Все ли хорошо с картинкой? Все ли хорошо со звуком? Надо мне, чтобы вы написали что-нибудь в чат. Я нифига не вижу чат. Если так, попробовать. Прием. Так. Я написал в чат. Свое сообщение я вижу. Вашего пока ни одного не вижу. Напишите, есть ли звук. Есть ли звук. Четыре человека в чате. По-любому кто-то из вас должен мне помочь. Три человека в чате. Ну, я взял вчера брюкингелитровый липтон. Еле-еле выпил. Две трети, наверное. Зато сегодня есть чем попить дороги. Что, мать его, происходит? Полтора мегабита в секунду. А почему-то стандарт нам предлагал битрейт. Предлагал 3870 килобит в секунду. Мне было это непонятно. Блин, что тут происходит? Такое чувство, что мне кто-то пишет просто бесконечно. Телеграм. Но не приходит оповещение. Семь минут уже стрим идет. Информации никакой нет. И всего два человека на стриме. Видимо, нужно зайти с компа самому, раз никто не хочет писать в чатик. Здесь вот, судя по тому, что я вижу, очень удобно. Ра. Не стараться. Ра. Четыре человека сейчас на стриме. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь в чате. Либо, если кто-нибудь знает, мой ВКонтакте, Телеграм, Номад, если ты здесь. Телеграм, господи. Твиттер. Номад, если ты здесь. Барбос, если ты здесь. Напишите, пожалуйста, мне в ВК или в Твиттер. Типа, работает? Нет? Че, как вообще? Так. Пока нифига. О! Логи. Хэфэ. Привет! Работает! Огонь! Огонь! Спасибо тебе большое. Я, кстати, не помню, чтобы ты был на стримах, как ты сюда попал. Спасибо тебе, Логи. Хэффан, очевидно. Очень ты мне помог. Чат работает, окей. Это круто. Последний облот надежды. Ты, видимо, мой последний облот надежды. Звучит как название какой-то базы в фильме или в книге про постапокалипсис. Почему-то я на стримах постоянно зеваю. Как так? Может быть, из-за того, что я трачу энергию на говорение, не успеваю дышать, организму не хватает кислорода, и я такой, типа, надо набраться кислородику. Знаете же, да, что зевание из-за нехватки кислорода происходит? Блин, футачек вроде бедлам разобрал, пыльно так, помыть, и все время нет. Нет, я просто из-за занавески смотрю и не пишу особо в чат. Да я обычно тоже, но, если честно, мне не совсем понятно, зачем мои стримы смотреть из-за занавески. Типа, я в основном с чатом общаюсь. Хотя, если кто-то, типа, что-то пишет в чат, ты сидишь, хаваешь там или просто фоном где-то посматриваешь, иногда слушаешь, а там сам убираешься или играешь, или что-то такое. Возможно, это имеет смысл. Я не помню тоже, чтобы я особо в чат что-то писал, разве что захожу к какому-нибудь знакомому, ну, неважно, там, типа, к Лемеситу, к Годханту, к Майлшторму, наверное, чаще всех я захожу на стримы. Вот. Там где... Ну, хотя у Годханта особо не попишешь ничего, там чат достаточно быстрый. Вот у Лемесита мало людей, у Майла тоже не особо много. Вот. У них можно что-то пописать, и там даже и стример заметит, и чатики, типа, что-то скажут. Типа, воу-воу-воу-воу. Вот. И поэтому... Типа имеет смысл что-то писать. Я вот, допустим, когда к ВЛГ захожу, там вообще смысла нет писать. Даже когда он с чатом общается, с огромной долей вероятности он пропустит мое сообщение. Да. Вот меня сейчас смотрят пять человек. Это все вы. И если бы меня смотрело пять тысяч человек, я бы, конечно, уже, наверное, так не смог спокойненько повещать. С другой стороны, можно всегда сделать чат на сабов. Я думаю, кому интересно подписались бы, был бы чат на те же, там, десять-пятнадцать человек. Вот. Ну, просто тогда пришлось бы другой формат стримов делать. В принципе, имея стабильный 5К на стриме, можно легко бросать работу и... любую. И делать стриминг своей работой. Потому что... Ну, ко мне, учитывая, что... Даже не столько из-за стримов, из-за соцсетей, ну, в основном там, типа, калочку ВКонтакте довольно много решает для людей, которые хотят сотрудничать с блогерами, как я узнал. Хотя я не то чтобы блогер. Сколько? Четыре с небольшим... Там 4.300, по-моему, у меня в... Инстаграме. Причем все это падает вниз. Потому что я так и не понял, какие люди на меня подписались в свое время и... Почему они отбавляются? Возможно, это боты, которые потихонечку отписываются. Вот. У меня где-то 300-400 человек потерялось в инсте. Соответственно, в Твиттере 80 с чем-то. Но Твиттер вообще никто не рассматривает как адекватную социальную сеть. Вот. Ну и, короче, к чему я это все... Люмин, пора орать играет. К тому, что даже сейчас, типа, приходят различные, ну, мини-бренды, которые предлагают какую-то рекламку за 10-15 тысяч за пост. Ну, вот в ВК, например. И суммарно в ВК и в Инстаграме была такая тема. Потом у меня даже в Фейсбук, там, типа, тысячи с чем-то человек, друзей. Ну и, в принципе, там уже можно какую-то нативку делать, потому что в Фейсбуке вот эта, типа, аудитория, которая у меня в Фейсбуке, она намного более лояльна и платежеспособна, чем аудитория во всех остальных соцсетях вместе взятых. Там тысяч... Сколько? 15-20 суммарно наберется, я думаю. Как ты? Мотобаты едут в количестве трех штук. Было же 50+, обычно, куда все делись. Врухаб не анонсит. Библитумб. Ну, врухаб я сам сейчас не закидывал просьбу за анонсить. Вообще, ну, можно. Я просто хотел потестить, типа, чисто сам, как обычно, будет ли работать в Kingbird TV. Привет, привет. Два человека осталось. То есть, я не знал, как Streamlabs работает. Хотел запустить и посмотреть. Кстати говоря, кто-нибудь, ну, вот, из вас двоих, видимо, логиха фаны Kingbird. Если можете, сделайте скрин. Ах, ну, хотя ладно. Я, в принципе, потом сам посмотрю, как выглядел этот стрим, отличался ли он от прошлых стримов, которые шли через приложение Twitch. Потому что здесь чатик другой. Превью скрин у меня совершенно иной. Когда инт начнется? Для многих он уже начался, потому что люди находятся, игры, ну, команды находятся уже в Ванкувере. Практически все, насколько мне известно. Кроме американских. Ну, они, наверное, в ближайшие пару дней приедут. Ну, кроме американских западного побережья. Игры начнутся, если я не ошибаюсь, 15 августа. Вася, два, ноль, один, один. Пупкин, я тоже тут есть. Привет. А почему-то показывают только двух зрителей. Значит, либо логи, либо, ну, либо ты только что подключился, либо приложуха показывает количество зрителей неправильно. Возможно, она не онлайн их чекает, а обновляет в каждую, там, 3-5 минут. Си-кид. Си-кид. 8. 8 зрителей, а мне... А, вот сейчас 7 показывают мне. Видимо, мы со зрителями в стримлапсе такое, типа, плюс-минус. А по поводу Рухап не анонсит, ты же сам закидываешь анонсы, если примерно в последние полчаса никто из других не закидывал, то каковы шансы сейчас? Каковы шансы УФП? УФП, я надеюсь, шансы очень высоки, и я жду минимум попадания в топ-3. Ну, топ-4 уже будет, мне кажется, неуспешен. И мне почему-то кажется, учитывая настрой ребят, я с Соло вчера переписывался, у него оказалось в один день, в день рождения с моим сыном. Ну, то есть это на прошлом Инте еще было известно, но там я был в Сиэтле рядом с ним, и как-то у меня ощущение того, что у сына Днюха, ну, такое было очень эфемерное. Сейчас наоборот, он в Ванкувере, я дома с ребенком, и как-то я больше это ощутил, учитывая, что про Соло везде пишут, там, Майнкаст, Мырухап, там куча людей его поздравляет. Вот я его поздравил, мы там, типа, обменялись сообщениями, и я так понял, что у него вообще все круто, и все хорошо, и, короче, я думаю, что ВП покажут отличную игру. Я тут минут 10, да, вот мы, значит, осознали, что количество людей в Streamlabs, я сейчас стримлю не через приложение Твича, а через Streamlabs. Соответственно, у меня другой чат, у меня все выглядит по-другому, я вижу количество килобит, вижу количество FPS, сколько я уже стримлю, здесь очень много настроек, в теории, должны приходить оповещения, например, если вы еще не фоловите, то заполовьте, или сделайте unfollow и заполовьте, пожалуйста, я протестирую, будут ли приходить оповещения вам и мне о том, что вы заполовились. Вот, ну, донаты потом попробуем потестить, если кому не жалко, закините там полтинничек, ну, не знаю, я еще, короче, их вообще не настраивал в этой приложухе, ну, и как мне вообще особо... Было оповещение... Было оповещение на экране, а... О, да. Так, это сейчас сколько минут? 18 минут идет стрим, а у меня вот не было оповещения, и я не смог на это отреагировать. Надо понять, как это работает. Возможно, не за рулем, но это, короче, интересная тема. Насчет оповещений. Было на экране... Со звуком или без звука? Было. Смотрел каждый день, всегда топил за Na'Vi и S&G, но, увы, Na'Vi обосрались. Ну, такое. Есть S&G, в смысле S&G, есть Virtus.pro и Winstrike. Качество картинки стало похуже, кстати, но это не точно. Да, спасибо LogiHF, потому что, странно, мне предложил Streamlabs сделать 3870 килобит почему-то, а я в итоге решил оставить... Я решил поменять на полторы тысячи, потому что не знал, мало ли. Уже штук шесть было в фолове, MB ты не видишь без звука. Да, я не вижу. Это косяк, что я не вижу. И мне даже... А, вот, смотрите, мне приходит то, что 12 минут назад команда Root зафоловил, FurioCooks зафоловил, Креветко зафоловил, I'm Pupsic или Rissic, Пуп, ну, Пуп, Пупсик, очевидно. Странно просто написано. И креветка расфоловил и зафоловил опять. Странный звук. Короче, с этим нужно будет разобраться. Просто я буду прям просить анфоловить, фоловить и с компа, что ли, буду смотреть. Да, я не вижу этой темы. Но при этом я могу зайти в какой-то экранчик специальный, и здесь вот я вижу, что, типа, есть фоловы. Если нажать на паузу, можно дальше нажать на Play. Привет, кукушки, 35Рус. Не опасно стримить и вести машину? Ну, вот, возможно, сейчас опаснее всего, потому что я разбираюсь в приложухе. Вообще, стримить и вести машину это примерно как разговаривать по телефону и вести машину. Но в данный момент я вообще стою в пробке. Здесь очень вряд ли что-то случится. Ну, типа, я бы быстрее, конечно, поехал с удовольствием. Ну, стою в пробочке, и здесь точно ничего не случится. Можно чатик почитать. Когда я еду на скорости, ну, от 30-40 километров, конечно же, я чатик вот так вот очень бегло читаю. Тем более, я сейчас, ну, не то чтобы прям яро взялся, но чуть-чуть пытаюсь скорочтение учить. Это когда ты смотришь в одну точку и читаешь, не повторяя слова про себя. Короче, это очень-очень быстро идет чтение. Такая своеобразная техника, она пока мне не особо хорошо дается. Мне кажется, что у меня мозг уже в 29 лет не особо качественно работает на такое обучение. Достаточно тяжелое. Вот. Но прикольная тема, поэтому я в принципе... Ну, опять же, когда я... упражнение на дикторство. Вчера вот, по-моему, общались на эту тему или позавчера. Ты когда с листочка читаешь, то тебе нужно смотреть чуть вперед, запоминать, чтобы контакт со зрителем был, с камерой. Почему я иногда посматриваю в камеру? Ну, чтобы... Мне-то это, в принципе, ничего не дает. Я могу смотреть вот сюда, на себя, да, и вы будете видеть, как... Ну, я смотрю просто куда-то в сторону. Это будет криво, неприкольно, короче. Ну, не клево. Поэтому иногда я смотрю в камеру. Это на психологическом уровне поддерживает связь человека, который в кадре, со собеседником. И интереснее смотреть. То есть я как будто с вами по-настоящему разговариваю. Вот. В связи с чем, я, кстати, сам не могу смотреть большинство стримов, потому что вот это вот ощущение того, что чувак говорит с кем-то вот там вот, оно реально вымораживает такое. Чувство, что ты с аутистом разговариваешь. Такое, привет, парни, чё, как дела? Чё там в чатике пишете? Вот я могу смотреть. Но чатик, ладно, он хотя бы ещё близко к камере. И, в принципе, вот сюда я смотрю или вот сюда. Сейчас это не принципиально. Но в твичапе чатик вот здесь. Я смотрю вот сюда, читаю чатик, а потом говорю в камеру. В твичапе. А вот здесь вот в твичапе. Ну, в смысле, в короче, в приложении твича. Так, я один раз зафоловился, алерт почему-то дважды на меня сработал. Это странно. Причём с разницей в минуту. Ну, пока в целом меня полностью устраивает это приложение. Оно прикольное, удобное. Плюс тут можно делать стрим экрана, чего мне очень не хватало. Реально можно стримить мобильные игры, это же охренительно. Я года два об этом мечтаю, серьёзно. С 2016-го, я как сейчас помню, мы сидели на Бауманской. Я вернулся после Шанхая. Наступила весна у нас. И, короче, мне приходит сообщение Kingbird. Неплохо, что именно? Мне приходит сообщение от одной знакомой, которая на тот момент работала с китайской какой-то компанией. они делали свой аналог Твича на телефон. Тогда, вот, напомню, всего два года прошло, сколько можно делать сейчас с помощью стримлапса того же, да? Тогда можно было делать просто нихера на телефонах. А я вообще очень люблю мобильные игры. Я в последние годы ловлю себя на том, что реально там в поездках сейчас я, конечно, меньше езжу. По обочине поеду нарушать буду, никому не говорите только. Я очень мало езжу, но так или иначе играю в мобилки там, в туалете, перед сном, в ожидании там, в поликлинике в какой-нибудь. Давай, давай, Eyes on Road. I as someone. Глаза на дорогу, все хорошо, не беспокойтесь. Мистер, I as someone. Вот, или is someone. И реально очень много игр скачиваю. Короче, постоянно происходит какой-то трешак с... Блин, я прочитал сообщение, логичь, как думаешь, перебьет? Призовой прошлогодний минт, осталось чуть меньше ляма. Я думаю, что да. Так, сейчас. Я думаю, что перебьет, Valve приложит для этого все усилия, возможно, сами там донатят, накинут. Вы понимаете, что при таком резком бусте наличие такого, ну, резкий буст был в начале, там же в 2, 3 или 4 раза даже в первые дни фиганул призовой фонд. Очень мало все равно. То есть, он как бы уже динамика падает. Это говорит о том, что следующий, возможно, интернешнл, будет еще слабее. Черт, это не круто. Мне это не нравится. Но, тем не менее, это до сих пор самый погромный призовой фонд в киберспорте. Посмотрим, что сделают Epic Games с Fortnite. Посмотрим, поглядим, к чему это все придет. Надо в Fortnite начинать играть. Приложуха это, тут и чатик видно, и все для нас. Я редко пишу, в основном люблю слушать, когда чатик на экране, у нас это топ. Спасибо, вот это очень полезный фидбэк, Kingbird. Я, в принципе, понимаю, да, что даже когда там по 40-50 человек сидят, то в чат пишут максимум 10, остальные слушают. Я всегда на это стараюсь ориентироваться и стараться не только читать чат и общаться с людьми, которые в чате, но и как-то развивать, даже если это какой-то вопрос был, то я стараюсь расширять тему. Айверсон, привет, привет. Почему все говорят, что Дота умирает, но она каждый год только развивается и призовой больше с каждым годом? Смотри, я не говорю, что, ну вот, я вообще часто говорю, что Дота умирает, потому что у меня есть цифры. Ну, как бы, они есть, в принципе, большинство из этих цифр в свободном доступе и людей все меньше играет в Доту, но сейчас динамика падение уменьшилось, соответственно, потому что ты еще становишься телефоном, смотрю, да. Это я так и понял. То есть у вас все это видно, вот у меня сейчас вместо глаз я редко пишу. Я правильно понимаю, да, что вы видите то же самое, что я на превьюхе. У Доты очень сильно падало количество игроков, потом это падение немножко приостановилось, стало не таким резким и быстрым. Вот. Призовой с каждым годом больше, но смотри, разница, здесь вопрос в динамике. Разница между третьим и четвертым была там что-то в 300%, между между вторым и третьим. Там, по-моему, было чуть ли не 600%. Потом разница, ну, типа, короче, разница между призовыми уменьшалась и уменьшалась. По-моему, самая ядреная была, когда с 11 до 17 скакнул. То есть это всего 50%, но все равно это очень много. Там был такой гэп огромный, если брать в именно количество миллионов, а не в процентах. А потом, как бы, типа, там плюс 4 миллиона, плюс 5, потом все меньше, меньше, меньше. Но сейчас, смотрите, если мы получим даже на миллион больше, даже на 2, даже на 3, но это все равно стагнация. Типа, ну, было 24, будет 27, ну, ладно, 3 миллиона, это еще достаточно неплохой результат. Если было 24, там, с копейками же, да, было, если будет 25, с копейками, ну, такое, типа. Я бы не сказал, что Dota развивается от этого. Dota, она меняется, но развитие, это такое понятие, мне кажется, что она не особо развивается, ну, киберспортивная сцена. Хотя вот, Dota Pro Circuit крутая фигня. Это прям очень большое количество вопросов отбросило. Я Dota только смотрю, отыграл в нее лет 15, смотреть нравится, а играть нет. Мне играть-то нравится, смотреть тоже нравится, но не регулярно. Играю в LOL, я тоже в LOL поигрываю, вот, но предпочел бы играть в Dota, если честно, но она первая, дольше, там нужно банально больше времени потратить на одну катку. То есть, в LOL я в среднем там за 40-45 минут вкладываюсь в Dota, ну, там, с поиском совсем. В Dota средняя карта только идет 40-50 минут. Вот. Плюс поиск, плюс там дливник, не дай бог. Вот, поэтому такое, достаточно спорное. Сейчас я вообще играю даже в Warface, когда просто хочется получить адреналин, захожу в Warface, быстренько катаю каточку, катаю каточку, играю каточку и все, там, продолжаю работать или что-то еще делать. Если это выходной. В LOL нравится механика героев. что ты имеешь в виду под механикой героев? Типа скиллшотность всего происходящего, то, что там очень много нужно именно попадать какими-то выстрелами по прямой. В Dota механика чуть-чуть другая все же, как мне кажется. Мне в LOL нравится графон, в Dota тоже нравится. в LOL я не знаю даже, что мне нравится в LOL механика героев, наверное, да. Она как будто более более понятно, что ли, отписка. Ой, да ладно, отписка, как будто ты не знал Шизо РС. И видел, как Дредд играет, смотреть капец тяжело после Доты, будто мультики. У многих нет маны. Ну, не у многих, ну, там сколько, героев 15, у которых маны нет. Да, это забавная тема, что не у всех героев есть мана. У кого-то это ярость, у кого-то это там просто энергия, у кого-то что-то еще, какие-то герои меняются. Например, там есть Гнар, это маленький такой зверек, он такой пиу-пиу, что-то стреляет какими-то штучками. А потом такой типа превращается в огромную сферу, когда набирается определенная ярость. Она там за автоатаки или за скиллы как-то добавляется. Вот. И механика полностью меняется. Есть опять же герои, которые типа как Доти, с чем сравнить-то? Ну, в принципе, с котлом частично, с у тролля есть как бы два типа а, блин, не то, что атаки. Там, короче, есть герои, которые полностью меняются. Вот я в Доте сейчас что-то сходу даже не могу вспомнить, кто прям полностью меняется, находясь под воздействием какого-то из своих скиллов, типа ультимейта. Котел, ну, там чуть-чуть меняется. Может быть, кто-то из Керри, я за Керри особо не играл. В голову приходит, наверное, в первую очередь Террор Блейд. ДК, ДК, точно, вот, кто прям полностью меняется. В голову не приходило. За ДК я тоже ни разу не играл. Террор Блейд, ДК, вот, в Лоле таких героев штук 15, наверное, которые прям полностью меняются. Опять же, ты не всегда можешь, что прикольно, ты не всегда, ДК не только внешне, Террор Блейд и ДК, нет, в смысле, но у них же по-любому меняется ульт-зомби. Нет, ульт-зомби, это реально он внешне меняется, а я именно про механику, то есть, вот у тебя было, там, условно, 4 скилла, это были одни скиллы, ты нажимаешь ульту, и это совершенно другие скины, и внешние изменения, и скины, и скиллы совершенно другие, а есть, короче, герой, не дали, с ней, кстати, много порнушки, если что, в интернете, такая секси-чика, типа, лесная, она в тигрицу, в пантеру какую-то превращается, у ДК разве скиллы остаются? Вон, друид немного меняется, ну, короче, вот там, не дали, она может вообще постоянно меняться, то есть, допустим, сначала в форме человека бросаешь морф, ну, морф, это чуть другое, за морфа, кстати, тоже не играл, но не совсем понимаю, как он работает, иногда пытаюсь его гонгать, он выживает просто на лоу хп, наверное, там, вот эта перекачка, что-то как-то работает, короче, сложный для меня про герой, пока ни разу не поиграл, ну, допустим, кидает свое копье, там, потом резко следующий клик на кнопку, короче, ты уже в формате пантеры, там, влетаешь, куда-то прыгаешь, например, потом фигачишь когтями, потом резко опять превращаешься, то есть, у тебя как бы получается 7-8 активных кнопок, ну, это, типа, и ты как бы должен понимать, в какой ты сейчас форме находишься, это супер жесткий герой вообще, вот. в доте сложнее, наверное, то, что намного больше предметов активных, чем в лоле, хотя, опять же, тоже смотря, за кого играть, в ходе есть перс, за которого играть нужно вдвоем, короче, как друиды в лове, да, типа того, в ходе все что за перс, 16 человек, привет всем, как-то неожиданно было 6, 7, 9 заметил, сейчас 16 аж, всем привет, всем привет, есть какие-то новые, нет, фалловов новых нет, короче, изучаем Streamlabs, да, тут общаемся за различные темы, сравниваем лол с дотой, вофт, вспоминаем тут в чатике, хотя вот, вофт в основном прошел мимо меня, то есть такое, Cruel World 42, 16, да, как-то очень резко стало 16 человек, я почему-то так удивлен, но это типа прикольно, я же нигде не анонсировал, кроме как сам, еще механика ульты у Ясу, наверное, да, если ты про лол, у Яс, Я, Янсу, у Ясуо, наверное, или что за Янсу, там нет героя Янсу, что за героя ты имел в виду, я за Ясуо, кстати, тоже ни разу не играл, мне вообще очень нравится в лоле, то, что есть герои, которые, ну, там, во-первых, если два раза не подкинул, то ее не заюзаешь, это Ясуо, да, имеется в виду, я не понимаю, как он работает, я знаю, что они тут что-то прыгают, короче, что мне нравится в лоле, реально прям сильно, это, в отличие от дота, вот в доте, давайте посмотрим, какие есть супермобильные персонажи, в доте, подсказывайте, пак, квапа, антимаг, ну, кто-то, любой персонаж, спортстафом и блинком, кто, по-моему, все, шторм, да, окей, шторм, возможно, эмбер, фурион немобильный, я сейчас говорю не про макро передвижение по карте, а про возможность в бою манцевать, не просто, как бы мышечкой ты кликая, а прям типа шух, 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 Мирана с прыжочком, но у него КД высокий достаточно, даже на максимальном уровне раскачки, ой, плюс Е, здорово, привет, Данте, привет, Данте, как видишь, у нас тут новый обвесик, один, что за один, кровосися, все, кто-то как кровосися, Сларк, Сларк достаточно мобильный, да, но таких героев, у них как бы такая очень странная мобильность, в доте все кулдауны выше, чем, соответственно, все кулдауны, все, баши, ну, это эффекты замедления, они намного выше, чем в лоле, в лоле на стадии, там, middle, late game, от Bloodseeker, а, кровосися, Сикер, это же не Сися, Bloodseeker, не, он тоже не, ну, то есть у него нет каких-то прыжков, таких вот, то есть нет красивого файта, да, со Сларком частенько бывают красивые файты, с Мираной бывают такие мувы, пак вообще идеален, но опять же все это какое-то такое, три прыжка у Мирана сейчас, да ну нахер, серьезно, я в Dota просто с июня не играл, это на каком-то уровне раскачки, это какой-то из ее талантов, или это просто типа три прыжка, жёстко, это жёстко, вот, и про касты инвокера, про касты инвокера имеется в виду по нажатию кнопок жёстких, или в плане красоты, ну, он опять же как-то не прыгает, нет вот этой, знаете, тема типа, вернулся от скиллшота, ворвался в фай, что-то вокруг тебя разлетел, а если с файта вылетел, ой, дебил на ауди, ой, дебил, подрезал меня так жестко, про касты инвокера, как у D идет разваливает, один в пятерых по красоте же обсуждаем, три заряда, три заряда, а, ну, блин, это прикольно, это даже несколько имбовые делает ее, а кулдаун между зарядами какой? Типа там 0,5 секунды? По красоте, блин, ну, я имею в виду по красоте, знаете, как вот типа, с возможностью перемещаться, то есть, уворачиваться, вот эти всякие штуки, понятно, что там инвокер закидал, ушел в инвиз, и, типа, ну, это, ну, короче, это не так красиво, по мне, как вот эта скиллшотная механика лола, и возможность делать, ну, как вот в файтингах, это называется парирование, наверное, не только Д, но когда тратишь, три тратишь, в лоле много скиллов, но он таргет, да, в лоле, я даже сейчас сходу не вспомню, именно таргет скиллы, ну, кроме ультимейта, там, Кейтлин, что еще сейчас сходу в голову придет, вообще больше ничего не приходит в голову, именно, таргетного, ну, какие-то защитные с пылы, типа Силиана, вот, да, то есть, ты такой кидаешь скиллшот, и он может быть даже, очень, длинным, ну, то есть, таким скиллшот, скиллшот, который в теории легко попасть, он там, ау-ешный, по широкий, длинный, но, герой такой, раз, типа, и вот как, вот эти моменты с блинка, мне прям, очень нравится, в доте, моменты, когда уходят с блинка, там, красиво, да, или с форстафа как-то выталкивают, или там, ну, тот же АМ со своего блинка, квапа, и в лоле это постоянно происходит, то есть, там вот есть Ари, например, это Мидер, один из моих любимых героев, типа, сигнатурочка, наверное, это такая, типа, лисица-человек с девятью хвостами, вот, короче, да, по поводу СНГ-сцены, в лоле это трэш, трэшовый, прям, грустная, грустная история, отчасти виноваты Riot Games, отчасти сами игроки, организации, ну, там, вкупе, как бы, не очень прикольно, пандазверь плюс, привет, привет, сейчас прочитаю твое сообщение, закончу только тему, вот, ну, как бы она вряд ли закончится, она еще, наверное, будет продолжаться, но вот есть герой, например, Ари, вот у нее ультимейт, короче, у нее там несколько скиллов, один из них вокруг себя шарики пустить, и они просто автоматически, когда приближаются на определенное расстояние, либо, ну, кто-то из соперников, там, крип или чемпион, герой, то они в него летят, и вот есть ультимейт, который, ты его активируешь, и она как бы, она совершает прыжок, и от нее отлетают несколько таких шариков, вот, то есть, это как бы, типа, прыжок плюс вот этот вот скилл, вот, по механике, или один, или три сразу, как в самом скилле, соответственно, потом через короткий КД, там, полсекунды примерно, может быть там, ну, до секунды точно, у тебя есть возможность сделать еще один прыжок, и потом третий, и потом там идет КД уже всего ульта, если ты используешь первый, и у тебя есть 10 или 15 секунд на все эти три прыжка, то есть, ты в момент масс-файта можешь очень грамотно позиционировать, считая про себя в голове, используя другие скиллы, которые там уже имеют 2, 3, и там 4 секунды КД на момент там лейтгейма, и это реально там такое мясо, то есть, ты влетаешь в драку, фигачишь, там, встанешь чувака, типа, он на тебя начинает идти, потом ты, ну, делаешь прокаст, короче, вылетаешь из драки, ждешь КД, влетаешь опять, делаешь опять прокаст, там параллельно идет какое-то мясо, вот, и потом, допустим, если ты понимаешь, что нужно уходить, ты еще с прыжка, там, у каждого, независимо от героя, там, типа, есть заклинание призывателя, игрок это как бы призыватель, то есть, ты выбираешь чемпиона, которого призываешь, и типа, за него играешь, это по лору, там, или как-то, по лору, в лолерской теме, не очень я понимаю, как это работает, но, типа, именно вот по лору, ну, короче, такая вот штучка, и там можно, заклинание призывателя, они на каждого героя будут одинаковые, типа, прыжок, это, грубо говоря, блинк, но на очень короткое расстояние, это там, игнайт, типа, поджечь персонажа, он будет гореть, если у него мало хп, он догорит, вот, то есть, можно на саппорта такое поставить, на мидера, на топера, на кого угодно, вот, и, соответственно, ты вот, типа, вылетел второй раз, опять сделал проказ, который уже прошел кулдаун, допустим, там, с прыжка, или вот с прыжка с этого, например, вылетел, и у тебя еще где-то 4 секунды остается примерно на еще один влет, и еще один проказ, ты можешь опять влететь, с третьего, вот этого, с третьей ульты, как бы, с третьего его использования, с третьего, с третьего, с третьего ее использования, вот, и у тебя, соответственно, ты опять влетаешь, опять делаешь проказ, и там все умирают, то есть, это очень красиво, вот, есть Лиссандра, например, у нее очень похоже на Пака, только все это в намного более высоком темпе, чем у Пака, проказ, Соответственно Типа кидаешь шарик Прячешься Выходишь Я уже забыл сейчас как называется у пака скиллы Ну короче выходишь из этого Из астрала И типа телепортируешься к шарику Но у Лиссандры это может работать еще А ну в принципе у пака тоже Ты кидаешь шарик, телепортируешься Юзаешь второй скилл Типа стан И потом просто ульту кидаешь Тут как уйти можно так и атаковать Это прикольная тема Мадакс Грязный топор Суждение Лолу Да, сравнение Лолу с Дотой Легко В Prime World ввели официальные макросы в настройках Как ты относишься к этой системе Когда упрощают механику игры Так везде упрощают механики игры Потому что Больше Людей будут в это играть Соответственно Какая дисциплина больше всего приносит денег в СНГ Больше всего популярна И что на втором месте Айверсон Больше денег приносит кому Конкретизируй пожалуйста вопрос Ну могу пальцем в небо сказать Что Дота На втором месте Counter-Strike Хопа Тут все в теме Ну в принципе да Знаю только трэша Который на фонарь прыгает Он не прыгает на фонарь Трэша А Дима привет У трэша фонарь в руке Он кидает Ну типа Он может его поставить Там это что-то даст Тиммейтам Я играл за него пару раз Прикольный персонаж В лоле кстати есть несколько героев Которые По механике очень похожи на Пуджа Это Блицкранк Например Саппорт Чистейшая механика Пуджа к себе притягивает крюком Есть трэш Который тоже кидает крюк И он как бы сам притягивается И соперника к себе притягивает То есть у тебя посередине где-то получается Остается И есть несколько таких Пуджей условно Но у которых крюк летит очень близко Прям вообще недалеко Типа Дариуса Наутилуса И есть кто-то Кто сам кидает крюк И перемещается к герою Пайк да тот же Сэвящий фонарь да Тиммейт на него может прыгать Это да Братан ты в курсе Что за рулем нельзя стримить Нет если честно Не в курсе Что за рулем нельзя стримить Вот Я даже правила твича читал Там нет такого Не написано Что за рулем нельзя стримить Вот Ну опять же Типа че у меня канал маленький Так или иначе Я за рулем по телефону разговариваю Разговариваю На громкой связи Почему нельзя стримить Не совсем понятно В общем клубом и студия Ой Вернись пожалуйста Все У меня куда-то все пропало Сэвящий фонарь Да Пайк прикольный Но На Верли гейме Я помню Пайка 7.0 Который бегал Просто я потом на Аре Разносил фалат На Лиссандре так же Вот Просто нужно Дожить до этого момента Вот В Лоле опять же С этим попроще Чем в Доте В Доте Если у тебя там Кто-то 7.0 бегает Во-первых Ты хер вернешься в игру И во-вторых У тебя все просто Уже 10 раз Начнут видеть Лив Вливать Орать Сраться друг с другом Вот В Лоле Ну такое бывает Тоже очень часто Но пореже чем в Доте Вот по моему Личному опыту Ну где-то в каждой Второй Третьей игре Ну в третьей Наверное Там в принципе Можно вытащить Такую вот катку Проигрывающуюся Потому что Людям можно писать Чуваки Давайте играем Все нормально Все нормально Вот Хотят вот эту Систему Сдаться Она прям бесит Чуваки Реально морально неустойчиво Начинают жать Кнопку сдаться В Лоле После 15 минуты Можно В Лоле Никто не срается Потому что там Войс чата нет Ну слушай В обычном Чате тоже срутся И как раз таки Даже больше времени На это тратят И это косяк Или уже есть Был Но только для пати И потом его убрали Потому что там Какие-то Велись новые Короче Необходимость Запис Хранить на серверах Все переписки Ну типа как Телеграм Все дела Нету Но срутся все равно Да При этом еще больше времени Тратят на то Чтобы в чат писать То как они срутся Мадакс Блин Вечером стрим будет Вечером стрим будет После 11 Я думаю Сегодня Потому что Дела До позна В Харстоуне Тоже Никогда не срутся Лучше Да Все время Только на корке Играл Мне было весело Да перестань Дима уже Ставить кап Папрайд Так Раз Дота И КС Более всего Популярны В СНГ Но во всем мире Киберспорт развивается По Фортнайту И Лолу То что нам делать Ну по КСу Тоже киберспорт Развивается Вот хороший вопрос Что делать Я если честно Каждый раз Создаюсь этим вопросом Общаюсь с людьми Пытаюсь реально Ответить себе На этот вопрос Непонятно То есть вот например В мире популярен Фортнайт А у нас пока По цифрам По крайней мере Популярнее PUBG Чем Фортнайт Хотя PUBG платный А Фортнайт бесплатный Это странно Ну короче Пока тяжело Пока тяжело В Лоле Можно выиграть Почти любую игру Не согласен Не согласен Опять же Сильно зависит От команды И отсутствия Механики Байбека Очень сложная тема Так иногда Просто лень Что-то писать А в доте Можно одну кнопку Нажать Войс Что-то высрать Ну да Но почему-то Я играю Частенько с дебилами Которым не лень писать А лучше бы было лень Причем ладно Есть какой-то один мудак Вот Играл Позавчера По-моему Последний раз Или Несколько дней назад Короче Играю за Кенона На топе Недавно Что-то как-то Открыл для себя Персонажа Такой маленький Зверек В костюме Ниндзя Фиолетовым Я еще очень люблю Фиолетовый цвет Ну вот Который кидает Серикена И фигачит Молнией Превращается в молнию Короче Топовый такой Малыш Даже не знаю С кем сравнить Его в доте Наверное Аналога 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 нет Мне кажется Вот По скиллам Короче Играю И Саппорт Тима Кто Играл Волл Поймет Причем Саппорт Тима Который не саппортит Но он начал где-то Минуту после 30 Саппортить До этого У него был Игнайт Он короче Покупал шмотки На АП урон Вот Соответственно Он короче Ныл Что все плохо При этом С ним была Тристана Которая почему-то Его защищала Возможно Они были в пати Короче Играли Они просто Как дерьмо У нас был Ништяковый лес Варвик Был Мидер 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 Не я Сок Кто же у нас На миде Талон Вот Короче Супер четкий Вот Талон был неплох Варвик Был неплох Правда С 4-0 Каким-то образом Мудрился 8-9 Играть Вот Ну и короче Я долго-долго Стоял у себя На линии Формил Потому что Кенон Один из героев Которые Достаточно поздно Начинают Участвовать В масс-файтах Короче Тристана Умудрилась Поссориться С лесом Лес С саппортом Саппорт Правда Был полное говно Хотя в итоге Получил Эску Типа Самую высокую Оценку Но он очень много В тимфайтах Начинал Стилить У него же Типа Как у Виномансера В доте Идет Ядовитый урон И он просто За счет того Что кидал Свои дротики Потом Стилил киллы Но в итоге Наиграл При том что У меня стата Была лучше Но почему-то Он Как бы И КДА Выше И все Он наиграл На С Минус А я наиграл На А плюс Непонятно Почему Но короче В итоге Один чувак Который Машнил Больше всех Сдаваться Нажимал Там раз Четыре Наверное Вот В итоге Получил Эску Непонятным Образом И Мы как бы С Талоном В принципе Эту игру Вытащили Там Тристана Еще включилась В какой-то момент Слава богу Иначе Вообще Было Очень тяжело Саня Офтоп Вопрос Паблик Играешь Или рейд На каких ММР Если рейд Короче Я ни разу В жизни Не калибровался Реально Из этого Можно устроить Шоу Хитров Калибруется В доту Не знаю Правда Насколько Это шоу Будет интересно Надо будет Ярика Попросить Запушить Может Прям много Людей придет С другой стороны Аудитория Только дотерская Она достаточно Токсичная Даже Мои подписчики На зрители Периодами Но опять же На лол Как-то странно Реагируют На другие Дисциплины Просто На другие Игры Поэтому Дотерская Аудитория Она достаточно Ну опять же Не каждый Возможно Это не про вас Но Вот в целом Читая Чатик Любого Дотерского Турнира Или тем более Стрима Какого-нибудь Там Кудиса Не говоря уже Про Папича Там Алоху И таких Вот ребят Ну это Типа Трешак Аудитория Так-то Дотер Токсичен Только Когда сам Играет Или Когда Смотрит Лол Нет Когда Смотрит Стримы Тоже Токсичны Ну типа Токсичны Грубые Аккессивные Как Старый Миролаша Почему У меня 4 с плюсом А не 5 с минусом Да Да Типа того Ну забавная Тема В принципе Пофигу Но Любопытно Блин Через 10 минут Съемка А ну мне Ехали 10-15 минут Поэтому я прям Резко вырублю Когда приеду Не буду Дочитывать чатик Но я вроде Успеваю пока Блин Про что я говорил А Короче Ни разу я не Калибровался В истории И тут Короче Я что-то Вот две игры Еще в июне Сыграл Рейтинг По-моему Обе проиграли Нет Одну выиграл Одну проиграл И одну или две Сыграл в пати По-моему Проиграл Не помню точно Короче Я думаю Откалиброваться Конечно В основном Играть рейтинг Потому что Это почетче Ну банально Само по себе Типа у тебя есть Какой-то прогресс Так или иначе Но прогресс Или регресс Есть динамика Твоей игры Потому что Паблик Это так себе В лоле Я жутко не люблю Паблики Играю только Один максимум Максимум Два раза На новом герое И потом иду в рейтинг Ну опять же В принципе За одну-две игры Ты понимаешь Ок тебе этот герой Или не ок Потому что Ну например За Кенана я сыграл Мы были на свадьбе В Йота-арене У моего коллеги Вот И пока они там гуляли Мы приехали На полтора часа раньше Получается Из ЗАГСа Вот Ну у меня супруга беременная И сейчас особо Не до прогулок Вот И Мы Типа сыграли Одну каточку Я за Кенана Скатал Не рейтинг Ну наверное Потому что Чужое оборудование Типа там Непривычные условия Она короче К рейтингу очень серьезно Относится Ему сказать Если что У моей жены Выше чем у меня В Лоле Ну вот И Что я выбрал Кенана Он был открыт В этот момент Сыграл И я прям понял Что вот мой герой При этом например Я играл за Недали Вот Недали Один из тех Случаев Когда Сложно было понять Твой или не твой герой На Корке За 3-4 игры Понял Что не мой герой Кстати Ну вот Это который А-ля Гирокоптер В Доте Тоже гном летающий На самолетчике Но у него правда Совсем другие Скиллы Вот Сразу понял Что Лиссандра Мой герой Ари Очень быстро Понравилось Тоже за пару Тройку игр Кейтлин Понял Что мой герой Это АДК Сион Почти сразу Понял Что мой герой Правда В механике Его разобрался Игрек 20 Только Там буквально Одну штуку Понял Что Прикиньте За каждого Добитого Крипа Тебе плюсуют Два очка К максимальному здоровью То есть там примерно Минутик сороковой Если нормально фармить Если твои тиммейты Не дебилы А знают Как у тебя работают Скиллы В том числе Пассивки Чувак Что с тобой не так Блин Лишь и дебилы На дорогах А Вот Про что я А про то Что типа реально Можно косарь Косарь 400 Или просто Лишней жизнью Нафармить себе Потому что Ты танк И у тебя и так До хрена жизни Ну там реально Бывают ситуации Когда тебя вся команда Бьет в пятером Просто не может Убить в течение Секунд 15 20 Если у тебя тиммейты Не совсем дебилы То они за это время Конечно же Всех развалят Просто в салатье Вот Ладно Что там дальше Потому что За 4 плюс Не дают ништяков А за 5 с минусом Дают Да Но все равно Непонятно Типа Учитывая что КДА у меня Был лучше У меня типа У него было 21 У меня 22 По моему Убийство Против смертей У меня вроде 4 У него 5 Что то в таком духе Вот По урону у меня Там намного Больше всего было А он очень странный Он такой же Чара Тоже Саппорт Блин Его АДК бьют Он бегает 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 Вокруг Короче Ждут пока АДК АДК всех покоцает Потом он идет Добиваешь Это уже В мидл Там В лейтгейме Это просто Ушлепок Вот Алохи далеко До Папича По токсичности Ты его переоцениваешь Ну да Да Хорошо Согласен Я видел Видел его На Рухабе Когда были Закрытые Квалификации Видел конечно Мы в одном Помещении находились Вот Ну да Папич конечно Намного более Не вменяем Вообще Илья Коробкин Мне кажется Таким человеком Собственной Ракушки И Типа Если с ним Близко познакомиться Возможно Он очень клевый Чувак И почему-то Вот У меня есть Такое впечатление Но Строит он То есть у него Прям Жесткая Жесткая Ракушка От мира Вот прям Стена И он не хочет Ее никак Ломать Ну Не знаю Возможно ему так Лучше Легче Я не знаю Спасибо Дядя Не знаю Ну то Поведение Которое Он опять же Пропагандирует Это не очень клево На стримах Я имею ввиду Вот Риот Риот Решил Что ты не очень Обидный Да Типа Странно Ну да и фиг с ним Нормально скатали Заработал ПТС Сейчас я в пятом серебре Это примерно Полтора Два КММР По дотерским меркам Наверное Может быть Итого меньше Ну нет Наверное Примерно так Да Врядь Уж Поменьше 12.53 Ох 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 Прям Тютелька В тютельку В притык Приезжаю Так Ребята Кто еще не зафоловил канал Вот прямо сейчас Пожалуйста Нажмите на кнопочку Follow Потому что Как вы могли видеть Из названия стрима Мы тестируем Streamlabs И я Буду пересмотреть Во-первых Сейчас я вряд ли это увижу Но Потом я обязательно пересмотрю Последние минуты стрима Чтобы понять Как работает кнопка Follow Сейчас я могу разве что Зайти в оповещение И вот понять Что последний follow Был 43 минуты назад Это сделал Креветко Что за съемка будет Если не секрет Съемка будет талантов К Интернешнл Ну Развлекушечки такие Которые можно снять в Москве И спокойно смонтировать Не отвлекаясь На происходящее На самом Интернешнл То есть Мы будем Снимать Крокодила Там ассоциации Новая рубрика Интересненькая Надеюсь зайдет Мне прям по фану она Вот Будем снимать Ну возможно Какие-нибудь предикшены Короче Что-то в таком духе Вот С нашими талантами Рухабургскими Я недавно только Начал играть ММР Kingbird TV Я ММР играю Пару лет уже Ну причем Самая жопа Меня в прошлом сезоне Кикнули Я короче Кое-как добрался До пятого серебра Еле-еле Реально Очень жестко И меня Короче При сбросе ММР При переходе в следующий сезон Бросили в пятую бронзу Прикинь Я короче прям Я реально ругался на Riot В голос Я орал Ублюдки Что ж вы сделали Сукины вы дети Потому что у меня много знакомых В Riot Games В русском офисе Я как бы не к ним конкретно Обращался А к людям Которые как раз таки Кодингом занимаются И разработкой Из головного офиса Я просто Был Мягко говоря Был в фолов Да Так Годлик Годлик был минуту назад И короче У меня никак это Не Подсветилось Ничего Надо будет разбираться Короче С этой темой Как работает Но оно хотя бы есть Я могу в принципе Зайти в И сказать что Годлик Спасибо большое За подписку Очень приятно За фолов Точнее Вот И в общем Меня выбросило Да В А Без звука Просто типа Чик-чик Картиночка какая-то Я в общем пересмотрю Последние 5 минут стрима Да И Пойму как это выглядит Для вас Вот Так или иначе Это прикольно Надо будет посмотреть Еще как в стримлапсе Сохраняется Стрим Вот Короче Тестовый запуск Был по-моему Достаточно успешен Вам удобно Вы можете чат читать С телефоном Мне удобно Чат ближе к камере И когда я читаю чат Все-таки похоже Как будто я смотрю в камеру Это важное Для ведущего Умение И привычка Ох Лимбарк Кроулин играет Так Давайте сюда Наверное Встанем Зайдем в магазин Спасибо огромное Что Были вместе Я еще не играл ММР Когда наберусь Скилухи Начну Ты пролол Да начинай Что такого-то В общем спасибо огромное Вы как обычно Самые лучшие Рад был с вами Проехаться Эти час и пять минут Ну с большинством Минут сорок Наверное Но так или иначе По традиции Кулачок Аккуратнее Убираем глаза Лица от экрана В кулачок Подставляем Раз Два Три Ей чуваки Вы крутые И девушки Если вдруг тоже были Вы тоже классные До вечера Примерно в 23 Там плюс Будет Стримчан Пока-пока Продолжение следует